Сколько у тебя здесь красоты! Прямо глаза разбегаются. И все они разные. И все они разные. Действительно удивительно. Смотри, какие есть длинненькие. Вот это, кстати, такое вижу первый раз. Это азиатский тип огурца, китайский император называется у нас. Это он очень маленький, но так он вырастает до 40-45 см. Остается всегда таким темно-зеленым, бугорчатым. Очень вкусненький такой. Самый нежный, наверное, у него мякоть и аромат. Поэтому предлагаю попробовать. Да, вот такие он красивые. На срез он какой красивый. А если вот так наискосочек резать, посмотри, он прям вот прозенец кусту. Мы с тобой вдвоем, я залезаю руками. Я уже все перепробовала, поэтому я прекрасно знаю, какой вкус. Поэтому рассчитываю, что все-таки оценишь. Очень свежий, такой прям приятный. И текстура хрустящая, плотненькая. Поэтому этот огурчик можно мариновать, несмотря на то, что он салатный. Хорошо, а как тогда вы паночку уместите? Он еще такой достаточно? Ну разрезают, либо используют в зимних заготовках, в зимних салатах. Потому что у него плотная кожица и не расползается при мариновании. У тебя вот здесь ножичек есть, если ты хотела еще разрезать? Да, я его хотела просто. А скажи, максимальная длина вот этого плода сколько может достигать? 45 сантиметров. 45. Да, он увеличится в диаметре немножечко. И будет такой длинненький. Да, но при этом все равно будет очень вкусно. Кожица станет пожестче немножечко, но при этом вкусовые качества у него не изменятся. А вот из длинненьких, вот еще, кстати, такой же длинненький, только выглядит совсем по-другому. Да, это исключительно салатный огурчик, который нужно использовать в свежем виде, это гибрид форвард. Выращивают его в стекленных теплицах, очень любят его у нас Армении, например, да, вот в те регионы, потому что они не любят бугорчатые огурчики, вот именно вот такие гладенькие, без бугорков, светло-зелененькие, очень. Так, и мякоть интересная, красивая. Да, такая зеленоватенькая у него мякоть, смотрите. Ну, семенных коробочек прям практически нет, он вот прям нежнейший. У всех гибридов, которые здесь представлены, не будет семян, потому что это портанокарпики. У портанокарпиков не бывает семян, если они не опылены дополнительно. Поэтому это только вот зачатки. Очень вкусный огурчик. Значит, этот форвард только салатный по большому счету. Только салатный. Дальше вот у нас линейки есть покороче, до 18 сантиметров. Фауст тоже очень урожайный, салатный, имеет более темную рубашку, скажем, этот. Часто мы его видим в магазинах именно в зимний период. Тоже салатного, суперурожайный, ароматный, да, все так и написано. Вот если сравнивать с форвардом, он более темно-зеленый, вот и у него такие яркие форжочки. И вкус уже такой более яркий, более свежий. А сейчас дам попробовать другой гибрид. Это хрустящий ломтик, это новинка. Вот такие у него хорошенькие огурчики, они больше не растут. То есть они прям такие маленькие остаются? Да, вот такие маленькие. Вот максимальная его длина, это вот и ширина вот такая. Детки его просто обожают за то, что он очень сочный. То есть те люди, которые хотят попить огурчик, они как бы вот рядышком, и можно вот попробовать. Длина, да, 8-10. И смотрю, у тебя здесь указано, что устойчив к вирусу огуречной мозаики, да, пятнистостям, мучнистой росе. Да, мы работаем как бы на то, чтобы у нас огурцы все-таки были устойчивы таким основным болезням, как вирус огуречной мозаики, пероноспороз, мучнистая роса, оливковая пятнистость. Поэтому это вот важно. Это очень сочный, вкусный, сладкий. При этом мякоть плотная. И несмотря на то, что, как ты говоришь, можно им напиться, да, наесться тоже можно с удовольствием, потому что он такой достаточно плотненький. Вот это у нас огурчики для салатов. Следующий, вот как бы я сказала бы гибрид, это новатор. Это уже мы переходим к маринованию. То есть можно потреблять, все огурцы можно потреблять в свежем виде. Все они вкусные, хорошие, на любителя. То есть потому что если у салатных мы обычно имеем такую рыхлую структуру мякоть, она у нас сочная, она у нас ароматная, нежная кожица, и она тоненькая, чтобы не чувствовалось, как вот, например, у хрустящего ломтика, она не чувствуется, когда его кушаешь, да, то у этих огурчиков дальше идет уже кожица немножко другая. Поплотнее. И структура мякоти у них должна быть плотная и упругая. Поэтому вот гибрид новатор. Это гибрид. Красивые они какие-то, это же внешние. Корнишонного типа, то есть огурчики у него коротенькие, бугорчатые, белошипые. Гибриды у нас не желтеют и не горчат, самое главное. Это гибрид. Вот сейчас перебить, я сказала, белошипы, я, честно говоря, вот не обращала никогда внимания, что действительно шипы бывают беленькие. Бывают белые, бывают бурые, бывают черные. Вот, черные как-то замечала, а вот белые даже не замечала. Белые шипы, да, поэтому в белошипах никогда не желтеют плоды, как бы они там не переросли. Это гибрид для тех людей, которые вот только начинают процесс выращивания, только знакомятся с культурой огурца. Он настолько неприхотлив, он устойчив к болезням, хорошо переносит перепады температур. Ну, не капризный, скажем так. Это вот для тех, кто хочет попробовать себя вот в качестве агронома овощевода, вот именно по культуре огурца. То есть вот если я новатор, я покупаю новатор, и проблем у меня не будет с выращиванием. Вы точно получите урожай. Он очень вкусный. Да, при этом, да, очень вкусный. И хрустит. И маринуется, и солится прекрасно. Ну, и, соответственно, в свежем виде мы тоже можем его. Конечно, да, да. Вот такой вот огурчик, если вы выращиваете, это гибрид новатор. Очень симпатичный. Красивый, хороший. Красивый. Следующий гибрид. Это у нас шустрец молодец. Выделено. Скажи, пожалуйста, кто названием такие дает веселые? В названии у нас большой коллектив, но утверждает у нас все самая верхушка нашего управления. Понятно. Поэтому мы стараемся... Да, да. Нет, просто мы стараемся подобрать каждому гибриду, чтобы у него у каждого был свой характер. Шустрец молодец. Это отличается тем, что он растет, наверное, в любых условиях. Потому что даже мы его поэтому выделили в сибирскую серию. У нас каждый пакет – это вот либо какая-то серия, либо это новинка. А здесь вот именно сибирская серия. То есть мы вот считаем, что если растет в Сибири, значит, растет везде. Да. Поэтому вот это холодостойкий гибрид, который очень урожайный. Очень урожайный. Да, очень урожайный. 4-5 завязей в узле формируют. Корнишонного типа тоже можно солить и мариновать. И написано, вот указано как раз очень удобно на упаковочке, если я вот не сильно разбираюсь, что это и для открытого грунта, и для пленочных теплиц. И главное, это написано, не требует опыления. То есть это портенокорпический гибрид, которому неважно, есть пчелы или нет пчелы, и какая погода. Потому что обычно в паспортную погоду завязывание плодов у пчелопыляемых тоже снижается. Теперь я поняла, почему Шустрец молодец. Потому что в любой ситуации он все равно нас порадует плодами. Давай-ка я его тоже еще раз попробую. Так, что? Сладенький. Очень радует, да. Сладенький, очень вкусный. Вкусный, да. Так, следующий гибрид, это у нас гибрид Бастион. Гибрид такой уникальный, потому что он имеет мощную корневую систему, которая растет на различных субстратах, поэтому его выращивают в обогреваемых зимних теплицах во втором обороте. Именно вот он и пишется, защищенный грунт. Да, это производственный гибрид, защищенный грунт, потому что все-таки у него плод достигает длиной до 15 сантиметров. И при этом… То есть эти еще молоденькие, да, получаются? Да, они еще не дошли. Прямо похожи, да? Вот, да. Что на картинке, то и вырастает, поэтому как бы за это мы отвечаем. И видишь, букетный как раз тип, о котором ты мне говорила. Да, поэтому его, если у любителей, то формируют обязательно в один стебель. И этот гибрид у нас прекрасно растет в южных регионах. Например, Ростовская область его выращивает и привозит его нам сюда, на рынке. Уже, как на продаже. Да. Несмотря на то, что у него, если вот попробовать, достаточно тонкая кожица, она тонкая, она очень эластичная, она не повреждается при перевозке, она вот, как бы, деформации плодов и потери качества нет. То есть респотабельность у него отличная? На дальнее расстояние. Его плод 15 см может весить, да, 120-130 граммов. Это очень хороший показатель для зеленцов такого пана, вот именно. Потому что он тяжелый, да. Тоже свеженький достаточно, да. Да, вот его я рекомендую использовать для потребления в свежем виде и для маринования. Потому что, да, тоже, если их собрать чуть пораньше, в баночки очень хорошо они будут укладываться. И вот один из лидеров наших продаж, это гибрид форсаж, вот он имеет такие красивые, он в любой ситуации, при любой погоде старое растение или молодое, у него плоды всегда красивые. Вот я не знаю вот почему, но вот именно вот у гибридов форсаж, вот они, нет деформации плодов, нет вот неискребления, вот он сам по себе вот именно красивый, хороший огурчик цилиндрический, да. Тоже, значит, здесь заявлено все правильно, не требует опыления, открытый защищенный грунт и маринования. Да, вот этот гибрид выращивают в открытом грунте и достаточно успешно во многих регионах, таких как Чуварская республика, Мариэл, Нижегородская область, они выращивают в открытом грунте для засолки. Несмотря на все это, но вот именно для засолки. Он даже немножко, по-моему, сладенький такой, очень приятный по вкусу. Он должен быть уже плотнее, мы уже подбираемся, просто идем от салатных и идем вот именно к тем, что засолочные. Гибрид, один вот из моих самых любимых, наверное, уже слышали такой гибрид. Это вот гибрид Атос, корнишеного типа, букетный, очень раннеспелый, холодостойкий. Вот у него уйма таких качеств, которые… И написание на значение. Да, вот можно. Вот такие же букеты у него растут. То есть кормите его пораньше, обеспечивайте его питанием, он будет вас радовать всегда. Поэтому вот попробуйте, он… Да, он тоже сладенький. И у него при засолке текстура остается такой же плотной и хрустящей. Вот почувствовали, как хрустит. Вот. Очень вкусный. Вот этот… Мы уже раз говорили про гибрид Агростарта. Мы показывали, как растет его… Где у тебя семена, да. Да, материнская линия. Вот этот гибрид. За счет вот этой вот материнской линии он получился более изящный, более тонкий. Вот тоже с качеством, то что для засолки, раннеспелый и холодостойкий. Вот этот новинка. Это вот они, получается, сводные братья. А Туз Агростарт. Да. Мама у них разная, папа у них один. Прям вот красавчики. Да. Аккуратненький, луховицкий, типа огурчика, достаточно востребовано. Вот именно у нас в Московской области. Если его немножко вот перерастить, он будет очень сочный, вкусный такой вот. Ну… А максимальная длина плодов сколько у него? У него 10 сантиметров, вот как бы 10-12, ну это максимум, которые можно вырастить. А так можно собирать вот и Атос, и Агростарт на разных стадиях, то есть на пикулях, корнишонах. И прекрасно они маринуются. Пикули – это что? Пикули – это огурчик длиной 5 сантиметров. Корнишон у нас бывает двух как бы порядков. 5-7 – это первого порядка, 7-8 – это уже второго порядка. 7-8 – это все равно корнишон считается. Да, это корнишон. Уже вот что дальше больше, как бы это зеленец. Ага, вот так. То есть больше 8 сантиметров. И надо, важно знать, что вот чем более зрелый, то есть чем старше огурчик, тем он как бы слаще и вкуснее, имеет именно вкус такой огуречный. А вот некоторые переживают, если переращиваешь огурец, появляются вот эти семенные камеры, он становится невкусный, водянистый. Ну, я знаю, что вот поколение моих родителей, они наоборот любят вот именно побольше огурчики. Да, они считают, что это вот… Еще не до роста. Да, не до роста. Это маленький, он невкусный, вот они вот не привыкли, вот у них культура питания другая. У нас культура питания все-таки такая, что мы привыкли есть корнишоны. По-миниатюрные что-то. Да, да, да. Они любят именно, чтобы вот тут прям сок явился, да. И вот завершаем мы гибридом, это вот наша новинка, выделенная в линии, как бы серию именно лидера мировой селекции. Вот посмотрите по оттенку, он самый темный, сильный восковой налет, и вот он тоже идет для переработки, для перевозки, то есть у него кожица будет совершенно другая. Но он какой красивый на срезе. Ну вот попробуй. Вот восточный меня очень покорил, пекинский вот этот гурман, и очень меня вот удивил на срезе красивый, А это потому что крупные, такие хорошо выполненные бугорки, и вот они вот дают такую вот красоту. А по вкусу он сладкий, но вот у него кожица совсем… Кожица плотная? Значит он больше у нас даже для засолки, да? Если его вот потрогать, он очень сам по себе, такой жесткий, плотненький. Красивый. И все пытаются, производители, кормить, например, селитрой для того, чтобы плод был более темно-зеленый, потому что сейчас уже дань модель, что они у нас… Поплотнее цвет должен быть. Да, да, сверло ее уже не любят. А вот это вот генетическая такая вот… Особенность его, да? Особенность, да, и вот то, что он сам по себе очень темный. Поэтому вот… Отлично. Люба, скажи, пожалуйста, вот я сейчас обратила внимание, разные упаковочки семян. Вот про сибирскую серию ты мне сказала. Я так понимаю, что это как раз те гибриды, которые выведены именно для выращивания уже в более северных регионах. А есть еще у тебя вот здесь, смотрю, серии авторские сорта и гибриды, причем достаточно много. Это селекция непосредственно агрохолдинга. Да, здесь вот в принципе то, что вот мы говорим, о чем мы сейчас говорим, да, это вот все авторская селекция, то есть выведена нами, нашими селекциями. А твои здесь какие? У нас большой коллектив. Коллектив большой, конечно. Да, коллектив. Поэтому здесь вот… Ну вот какими ты работала? Фауст, Хрустящий Ломтик, Атос, Агростарт. Вот это вот непосредственно те вот, которых я участвовала… Курировала. Больше, скажем так. А остальное, да. Остальное, я считаю, что это было курирование. Курирование, да. То есть эти, в которых ты принимала активное участие… Да, да, да. А остальные просто следила за процессом. Да, да, да. Потому что если вот разобраться в коллективе авторов, то фобилии, конечно, мои тоже есть. Прекрасно. И вот тогда у меня еще лидеры… Вот здесь написано, есть еще серия лидера мировой селекции. Туда какие попадают гибриды? Попадают гибриды, которые иногда не выведены нами. То есть это вот, как раз и говорится, лидеры мировой селекции. Мировой селекции. Да. Как раз в серию лидера мировой селекции. А вот восточный деликатес по какому принципу отправляется туда? Это вот как раз у нас создавалась новая серия, вот именно восточный деликатес. Туда попали экзотические, скажем так, не растения, а именно вот растения с такими вот интересными плодами. У нас в этой серии у нас есть и пекинские груманы, китайские императоры, там и шанхайские молодец. То есть достаточно большое количество огурцов. Там же есть у нас и томаты, и капуста. То есть это серия большая, она включает в себя много позиций. Такой экзотики. Такой экзотики. Ну, во-первых, экзотика – это и по внешнему виду экзотика. Вот он, по моим ощущениям, похож на такой хвостик дракона. Да? Вот так смотришь, у дракончиков такие же хвостики. Ну и, в принципе, даже на столе, когда он появится, мне кажется, это интересно и необычно, потому как мы привыкли вот к обычным, да, таким по форме огурчикам, а здесь вот вдруг такая вот экзотичная вещь. Ну, такого растения, например, достаточно одного в теплице, и вот, пожалуйста, радуйте. Будет уже, да, интересно. Еще мне вот момент какой заинтересовал. Ты, когда мы сейчас говорили про какой-то здесь из гибридов, ты мне сказала луховицкого типа. Луховицкого типа – это агростарт и атос. Это немецкая рубашка называется, по-хорошему. Все, ты мне засыпаешь терминологии, в которой я уже перестаю разбираться. Вот это вот рубашка голландская, вот когда крупные бугорочки, но это вот именно вот наша, да. Это типа бета-альфа. Как мы видим, да? Да. А наша русская рубашка – это был светлый огурчик с крупными редкими бугорками и черно-шипами желательно еще. Вот так, то есть это типично русский, да? Это типично русский. Доланцы любят, когда мелкие бугорки, белые шипы. Они не мелкие. Да, вот. И вот они распределены по огурцу равномерно. Это вот простое как бы. На каждом бугорке у нас будет вот такой шипик вот. А вот как раз луховицкий, о котором ты говорила, это практически… Это вот смешанный тип опушения называется, если взять терминологию опять же. У нас на каждом бугорочке есть шипик и между ними есть шипик. И на бугорочке, и еще и между ними. Да. Поэтому, когда вот здесь мы уже помыли, оно у нас смылось. А когда мы берем вот так вот, надо взять перчатки. То есть прям кусается. Да, 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 да. Все остается на руках, поэтому… Поэтому дети такие не любят. Они любят вот такие гладкие, да, которые легко собирать и приятно самим собирать. У меня сын любит очень вот с такими крупными бугорками, кстати говоря, вот. Поэтому, наверное, опять-таки на вкус и цвет, да, не догадаешь. А вот еще касаемо луховицких. Вот существует такая, ну, уже привычная, наверное, да, формулировка, на рынок приходишь. Тамбовская картошка, бакинские помидоры… И луховицкие огурцы. Да, да, да. И луховицкие огурцы. Это, в принципе, получается какие-то определенные серии или гибриды, или вот почему их так обобщили, собственно говоря, или есть какой-то прям вот… Это просто территория. Понятно. Если вот приезжать вот, например, сейчас отсюда, вот приехать в луховицы, там будет потеплее на пару градусов. А потом там своя сеть рек, которая опять храняет вот этот микроклимат, который там создается. За счет этого исторически сложилось, что там всегда выращивали огурцы. И хорошо они там удавались. В каждом доме они до сих пор выращивают и солят эти огурчики. Поэтому и выращивали они в большинстве именно такого плана. И выращивали изящный. У нас тоже… Это сорт, но он тоже мелкобугорчатый вот такой, очень урожайный и тоже солится прекрасно. Поэтому это вот сложилось именно вот тип, что там вкуснее, там раньше. Там раньше, вкуснее и, наверное, по внешнему виду все-таки. Луховицкий огурец тоже. Там даже бывает также и выставка этот Сузульского, ярмарка. Они тоже там в каждом дворе выращивают этот огурчик. Только они с другого плана, да. То есть сортов может быть много там именно? Сортов могут, да, может быть много. Они там могут сейчас выращивать и вот такого плана огурчики, необязательные такие. Поэтому главное, откуда они привезли. То есть это не вот что, какой-то сорт или гибрид луховицкий огурец. Это может быть выращено именно там, но могут для этого быть использованы различные сорта или гибриды огурца, которые по внешнему виду напоминают, но, наверное, традиционные, которые мы привыкли видеть. Да, мы привыкли. Мы хотим луховицкие, приходим, говорим, есть. Они говорят, да. Да. А сами… Понятно. Может быть непонятно, где выразили. Понятное дело. Но, по крайней мере, по виду вот они такие, мы на это клюем. Да, особенно, если они у нас немножко еще измазаны там землей, точно они вот с открытого грунта. Они выращивают, у них остая технология, очень интересно. Они сеют в апреле в открытый грунт. А, в открытый грунт они сеют. Прямо прямым посевом. Ну, у них определенная закладка почвы. То есть они накрывают пленками, там несколько слоев, как в термосе они находятся. То есть… То есть исторически сложившиеся технологии. Поэтому каждый вот может себе позволить там их вырастить. Поэтому я знаю то, что вот, например, форсаж у нас выращивают тоже по определенной технологии в Чувашской Республике. Тоже рано. У них определенная технология завертывания, там они раскрывают все это. То есть… Понятно. Поэтому, кто умеет, то они выращивают чем раньше для того, чтобы побыстрее поступил на рынок как бы зеленец. И, соответственно, его цена будет другой. Ну, конечно. Чем раньше, тем она выше, потому что еще массово нет прихода. То есть, по сути дела, если мы говорим об огурцах, мы ориентируемся при выборе именно на то способ выращивания, который мы предпочтем. Пленочная теплица или открытый грунт. Есть универсальные, насколько я поняла, и так, и так подходят. Второй момент, на который мы обращаем внимание, важный, наверное, это способ употребления, приготовления, да? Да. И использования. Если, например, мы берем салатные и начинаем их солить, мы понимаем, что мы получим вялый такой огурчик, который не хрустит и не подходит абсолютно. Да, по самым качествам будет отличаться. И поэтому я советую иметь хотя бы пять гибридов в теплице, пусть один салатный такой, один салатный такой, ну, на потребление в свежем виде. А для засолки все-таки использовать другие огурцы. А вот на такое, как мы любим делать, когда большое урожай идет огурца, малосольные огурчики, подойдут и салатные, или тоже салатные? Салатные можно использовать для холодной засолки. Есть холодная засолка, то есть нарезаешь кусочками укропчика, сольцы, травки различные. Да, и травки, вот, пожалуйста, вот в течение ночи она там засолилась, пожалуйста. Там называется еще битый огурец, да, как бы каким-то способом? Ну, в общем, это очень вкусно, да, пожалуйста. Ну, эту засолку нужно съесть, вот сегодня съели, сразу все. То есть, получается, проломнированно действует салат, который просто там как бы замариновался получше? А для малосолки рекомендую вот этот огурец, просаливается быстро за счет того, что, я не знаю, там миллионы, наверное, миллиардов этих бугорочков, которые быстрее проникают через них. А, так вот, кстати говоря, да, соль быстрее проходит через бугорки. Да, потому что она, вот они, нарушение идет. Они практически открытые, да, получается? Ага. И даже не обязательно срезать. Хвостики не нужно срезать. Да. Не обязательно. Понятно. Раньше, почему еще срезали хвостики? Потому что там накапливалась горечь. Да. А, кстати, почему в огурцанной накапливается горечь? Это генетически обусловленный такой элемент. Наличие гликозида, курбита ацин называется. У небольших дових он даже очень полезен для человека. Ну, не очень приятно просто кушать. Да, он горький. Остает вяжущий такой вот эффект у него. Поэтому, если в генетике у него нет накопления, расположенности как бы к накоплению горечи, то вот даже поливая, не поливая эти огурцы все равно ее не будет. Понятно. Наши огурчики здесь вот они все без горечи. То есть вы селекцию как раз проводите по такому принципу, чтобы убирать ненужное? Обязательно. Да, мы на стадии семидольного листа делаем оценку, потому что, ну, есть определенные методики. Мы жуем семидоли, усы. Какая у вас работа непростая. Для того, чтобы в кладах горечи не было. То есть таким образом можно понять, будет огурец горчить или не будет. Да, именно. И уже наелись вы, услов, с завязями, да, с листом семидольным. И уже определяете, какой может из типов, вот сейчас огурчик, который появился у вас, да, пойти на дальнейшую работу. Да, обязательно, чтобы нужно так сделать, чтобы и мама, и папа были без горечи. Тогда у них гибриды будут обязательно без горечи. Ну, так получается, что со временем это просто этот ген можно ликвидировать, да, его не будет? Да, потихонечку, потихонечку. Ну, там, не знаю, насколько он там ликвидируется. Но где-то все равно будет сидеть. Да, если селекционер ведет именно в этом направлении свою работу, то горечи не будет. Это так же, как с оливковой пятнистостью. Раньше было большой проблемой поражение именно оливковой пятнистостью, но в связи с тем, что идет отбор на отсутствие ее, и в каждом гибриде все меньше и меньше. Прекрасно. Ну, ты меня сегодня, конечно, удивила таким разнообразием. Я так понимаю, что как раз эти все у тебя огурчики второй волны, да? Да, собраны сегодня утром. Ох, они прям такие свеженькие, их видно. Очень симпатичные. Я сегодня, вот сколько у нас с тобой? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать у нас гибридов. Это все гибриды, да? Да, все гибриды. Вот, ты знаешь, сложно достаточно выделить какой-то один, который понравился, или, например, даже сказать, какой-то не понравился. Такого нет. Они все очень какие-то необычные, какие-то красивые на срезе. Вот удивили некоторой формой. Потом ситуация, если, например, мы больше делаем заготовки, то, конечно, мы будем в пользу отдавать свои голоса, например, крупнобугорчатых, да, как ты сказала? Крупнобугорчатых, да. Да, если салатики, то, конечно, вот эти просто красавчики необычные. Если, например, удивить за столом гостей, я так думаю, что можно, например, срез с него сделать подлиннее, да, и в этом случае он получится. Вот действительно, мало того, что хвостик сам, как дракошка выглядит, еще вот на срезе, как глазки такие у него появляются, он и вкусный, и хрустящий, и очень симпатичный. Ни разу не выращивала такую восточную серию, вот благодаря тебе. Попробуй. Обратила на них внимание, и, скорее всего, на следующий год попробуй, потому что они мне очень понравились. Удивили, конечно, вот такие вот длинненькие, голенькие, да, фауссор для меня вот он тоже был необычный. Вот разобраться сложно, но я так думаю, что можно, наверное, каждый год менять. Конечно. Ассортимент выбирать. Можно основной гибрид оставлять тем же самым, который вот врачи-то, а новинки обязательно нужно пробовать, да. Ну, я думаю, что после этого трудно сказать, что все огурцы одинаковые. Это невозможно сказать, и спасибо, ты развеял этот миф, потому что, ну, казалось бы, огурец и огурец, да, если где-то покупаешь, ну, может быть, не дозрел, ну, может быть, перележал. На самом деле они действительно все очень разные, и настоятельно рекомендую, конечно, пробовать нашим огородникам брать сорта гибриды, да, наверное, правильнее сказать гибриды, находить свой, опять-таки, исходя из того, как больше мы его используем. Например, один сорт брать на салатик, а остальные брать те, которые уже на засолку маринования. На засолку маринования, потому что когда идет обильный сбор урожая, не успеваешь иногда даже съедать. Сейчас как раз съедать, да, то, что огурцов вроде бы у всех много, и мы все солим сейчас. Да, зато как приятно зимой покушать маринованные, например, да, все с разными травами маринуют солененькие. И, кстати, сколько блюд у нас с огурцом, помимо вот салатов, помимо того, что мы закрываем их вот в баночки, маринуем, просто как закуска, да, такая к столу хорошая. Мы же можем варить и рассольники, да, и азу делать, и когда это свое заготовлено, конечно. Не забываем, что это прекрасная вещь. Кожица огурца, которая помогает нам для молодости и очищения кожи. Вот, кстати, как раз очень важный момент. Можно натереть на терочке, можно просто мякоть срезать, ее съесть. Именно в коже находятся те вещества, которые помогают нам для омолаживания. То есть мы можем сделать из нее масочку? Да, маска вот прекрасная. Например, с оливковым маслом, да? Она, можно даже без оливкового масла, просто она отбеливающая. То есть вот этого беливающего, можно с алоей смешать, чтобы не заплавлять. С алоей. Алоей и сок вот огурца, вот, пожалуйста, маска освежающая, хорошая на каждый день. Можно кружочками кто-то там нарезает. Выкладывает красиво на лице, да? Да, да, да. То есть помимо того, что он вкусный, полезный с точки зрения употребления внутрь и создания? Для кишечника, для перистальтики, для людей, которые страдают, скажем так, ожирением. Это вот незаменимое. Аллергии у кого? Аллергии? Зеленые овощи они все? Да, что касается аллергии, все-таки считаю, что нужно кушать именно со своего огорода, потому что то, что мы покупаем обычно... Неизвестно, как это выращивали. Очень добросовестный производитель. Поэтому вот свои огурчики, они самые безопасные и самые бесценные, я бы сказала. Спасибо тебе за такой подробный рассказ. Очень интересная культура, много для меня сегодня было открытий. У тебя необыкновенно интересная работа, полезная. Спасибо. Приятное, да, общение вот с такими удальцами-молодцами, как он там у нас называется. Шустрец-молодец, да. Люба, благодарю тебя. И надеюсь, мы, может быть, скоро встретимся, если у тебя будет очередная волна каких-то необычных гибридов, будешь испытывать, звони, пиши, мы с радостью к тебе приедем. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, надеюсь, моя информация была для вас полезной. Очень полезна. Благодарю тебя. Спасибо. 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 Спасибо.